Что включается? Заходи, заходи, не можешь там стоять, я бы заходил. Окей, то ничего. Да. А можно заработать уход с другой венте, что мы стоим на передаче? Не важно. Не важно. Ай! Мы все здесь сегодня поддерживаем украинские солдаты, украинские солдаты, которые стоят капитаны. И мы, украинские солдаты, и украинские с愛ю пришли вот сюда, чтобы поддерживать украина, чтобы поддерживать их президенты, чтобы поддерживать все эти институты, которые продемонстают украинский и свободу. Украина не произошла для предмета. Украина не произошла на арест. Это очень важно для мира понимания. Это очень важно для мира понимания. Это очень важно для мира понимания, что украинские люди хотят демократу и свободу поддерживать все свои демократические институции, которые находятся после Европы. Продолжение следует... 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 Слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и ныне, и вовсе в час, и навіть, и вечно, во имя Отца и Сина, и Святому Духу, во имя Отца и Сина, и Святому Духу. Дякую, пані Лесю. Як ви знаєте, цей імен є організований ОСУ, ОТО-організацією оборони чотирьох сторон України. Ця організація була створена ще після другого світової війни. Коли треба було вистою до світової війни, що в Україні ще не існувало. Я хочу попросити до слова голову ОЧСУ Остапа Гницького. ОТО-організація чотирьох свобод України ставить собі мету віднати максимально українців цієї діаспори, та також вистоювати інтереси всіх українців, як в Україні, так і за її межами. Наша ціль не лише зберігати і продовжувати культуру і традиції нашого народу, а також вистоювати фундаментальні свободи демократичного суспільства. Відкрита агресія Росії проти України в нейтральних водах Чорного моря ще раз показує, що ми маємо загрозу нашої свободи слова, нашої свободи від страху. Ці свободи дуже важливі для розвитку цивільного, для розвитку суверенного і демократичного суспільства, також досягнення їхнього успіху. Ми зібралися тут сьогодні в першу чергу, щоб відстояти нашу свободу совісті перед 24 моряками, яких так нагло і необґрунтовано захопила Російська Федерація Околон. Клопці, ми з вами, всі українці тут підтримують вас. Тримайтеся! Наша демонстрація і тут дає важливий вплив іншим представникам ОЧС у Вашингтоні, які впливають вплив на уряд США. Ми вже добилися, що президент Трап скасував зустріч з Путіном в Аргентині. І це ще всього на всього початок. Ми маємо слово і ми його використовуємо. Слава Україні! Слава Ісусу Яросу! Я ще раз. Тут нас зібралося дуже багато, не багато українців, але я виступаю від Союзу Українок 21-го відділу в Україні імені Ліни Костенко. І хочу, дійсно, дуже великий біль у нас всіх на серці вже більше як тиждень, що наші солдати, моряки, воїни наші попали в коло. Агресія настільки боює з нами агресор, що він не може його нічому стримати. І ми надіємося, що повинен бути якийсь вже кінець в тому. Сьогодні ми прийшли, щоб дійсно підтримати наших колоненних, людяких відходів, морських сил України. Ми пишаємося вами нужністю і витривалістю у найскладніших цих ситуаціях. Воля народу у вас, незалежність країни, вірність батьківщині – це істина кожного воїна. І ви це ведете, і все це йде до перемоги. Хлопці, ми з вами, ми вас ніколи не забудемо. Ми будемо йти на всі мітинги, будемо підтримувати. Тому що що ми можемо помовити ще найбільше – це і молитва. Як казали ці наші священики, дійсно, треба стати на щиру молитву, щоб Бог нас почув і зробив якесь чудо, бо інакше це не може бути. І я хочу закінчити свій короткий виступ, тому що, я думаю, ще буде багато виступів. Ліни Костенко, це ж треба мати сатанинський намір чаяти в собі невеликований сказ, щоб так тяжко знущатися над нами та ще й у всьому звинувачувати нас. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Украина там де ти 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Крым це Україна Крым це Україна Крым це Україна Крым це Україна Украина 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 Звільнити моряків 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 Путин, свободно, Украинский! Он должен быть Путин и Россия, потому что они не понимают, кто начался войск, потому что говорят, что это война в Украине. Мы должны говорить слово Путин и Россия все время. 20 секунд. Время. Да. Это очень важно сказать, кто должен освободить украинского предприятия, кто должен остановить свою агрессию. И мы должны повторять τις словами Путин и Россия. Путин, stop your aggression. Россия, stop your aggression. Россия, stop your aggression! Россия, stop your aggression! Русская, stop your aggression! Россия, прекращай свою агрессию! Россия, прекращай свою агрессию! Россия, прекращай свою агрессию! Путин в таблину! 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 Россия, прекращай свою агрессию! Украина любит свободу! Украина любит свободу! Украина любит свободу! Украина любит свободу! Россия, прекращай свою агрессию! Россия, прекращай свою агрессию! Россия, прекращай свою агрессию! Россия, прекращайся! Россия, дайте Украину идти! 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 Путин отдал! Путин отдал! Смерть Путину! Путин отдал! Путин отдал! Россия, дайте Украину! Россия, дайте Украину! Россия, дайте Украину идти! 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 На руках Украины, на руках Украины, на руках наших людей, на руках Беларуси. Я хотів би от широго сердца поддаковать всем, что вы пришли. Это очень большие исторические часы. И сейчас появляется часть не только континента, которая решается в Крыму, Европе, но и часть всего Западного и свободного мира. Так стало исторически, что именно Украина, кримские татары, белорусы, Литва поставят последний цвях в тренажерской империи с помощью, конечно, Америки. Если смотреть исторически, украинцы сейчас выбирают свою историческую справедливость. Сейчас решается в Крыму не только вопроса боли наших моряков, но и свободы свободы, свободы слова, свободы гидности и других судьбов. Я хочу прочитать имена тех моряков, которые были захоплены российскими оккупантами. Командир-лейтенант Роман Мокряк, старший матрос Юрий Безьячинник, старший матрос Альдій Атременко, матрос Андрій Айдер, старший матрос Богдан Головаш, капитан 2-го ранду Денис Гриценко, малий, командир-старший лейтенант Богдан Неболиця, старший матрос Вячеслав Зинченко, матрос Сергій Цибізо, капитан-лейтенант Сергій Попов, старшина 1-го статті Владислав Костишник, старший матрос Андрій Оприско, командир-старшина 1-го статті Олег Мельничук, старший матрос Михайло Власюк, старший матрос Віктор Веспальченко, старший матрос Володимир Терешенко, матрос Євгений Семидець. Ці 23 імена війшли у історію. Це і наші воїни світла. І сьогодні по цілому світу ми відстоюємо їхню гідність, а вони відстоюють честь українського народу і честь української нації. Так сталося, що рівно 4 роки тому на Майдані, зараз, якщо повернутися у минуле, їде бульдозер по вулиці Грушевсь, по вулиці Банковій. І цей бульдозер колись приніс на цей Майдан Леонід Кантер. Сьогодні біже відійшов у вічність. І я ніколи не забуду цей день, коли Леонід пішов у наступний світ. Бо за ці 4 роки я тратив дуже багато близьких друзів. І коли я зайшов у Фейсбук, в меседжер, я з ним спілкувався, скажімо, вчора, і там писало один день, що він був живий. І якщо відверто так був грити, мені вже надоїло рахувати імена людей, які колись були живі. Я вже хочу, не знаю як ви, але я говорю від свого імені. Тому що мене це болить, і тому я тут. І тому ви є тут, і тому що вас це теж болить. Але я вже хочу виграти цю війну. Я хочу вже пройтися, от гляньте задом, це трошки символічно нагадує стіни Кремля. Я хочу пройтися по їхніх руїнах. Я хочу відплатити тою ж самою монетою за всі болі і кривди, який зробив цей останній духовно-ментальний такий дух золотої орди, який живе сьогодні у Російській Федерації, з нашою Київською Русю. І сьогодні є унікальні часи. Дякую, що ви є тут. Ми робимо історію. Слава Україні! Героям і слава! Дякую, що ми робимо історіюємо. Дякую, що ми робимо історіюємо. Слава Україні! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Честь НОТІ! Смерть Форуман! Слава Украине! Прошу вашу увагу. Ми сьогодні зібралися відстоювати права наших українців і будувати українську державу здалека. Але я хочу зараз запросити до слова як людину, яка це вже робить дуже багато років, багато десятиліт. Це є пан Зарицький, Волтер Зарицький. А я хочу його попросити до слова. Я хочу приглашати Волтер Зарицький, який поговорить. Бо як ми сьогодні зберігалися до того, щоб декорати прави для України, щоб декорати нашій країн і зберігати нашій країн від далі. Я не знаю, якщо ми не зберігалися в Україні, але ця людина працювала свою житку робити те, що ми спробуємо робити зараз. Я не знаю, як котрою мовою ліпше сказати це, бо я можу українською мовою, але я думаю, що американський світ повинен бачити те, що відбувається. Після, 50 років, 60 років, ми працювали протесту про те, що відбувалися в Україні. Україна була частина зінається в Україні. Ми завжди сподівалися, що в день прийти, що ми виглядали нашу свободу. 25 років, 27 років, ми виглядали цю свободу. Ми виглядали цю свободу і виглядали всі життя, які виглядали в Україні. Ми думали, що відповідати це знову, що ми виглядали не потрібно мути цю знову. Ми не думали, що ми виглядали мути цю знову. І за 2000 років, 2001, випадалися з них, ми вирішували про Україну бути в EU, українку бути в NATO, Україну бути в Г-20. І за те, руші для вирішенням Г-8 та мати Полі й Українетця на Г-10. Мы планировали Украину как одна из самых мощных стран в мире, одна из главных демократий. И мы видим, что теперь мы видим регресс. В 2014, Россия нас сняла, и мир не заметил. Или, если они заметили, они не влияли на их сознание. Это принадлежит Примея. Это принадлежит их собственные силы, в hybrid форме, в Донбассе. Они принадлежали Донбассе. Кто бы думал, в 1991, что мы бы двигаться назад, вместо назад? Но это сейчас, и мы хотим, чтобы американский мир, и мир в целом, это принадлежит их, чтобы они сейчас блокили нас на море. Американские и все остальные, должны знать, что если они блокили нас на море, если русские могут блокить украинские на море, они будут блокить американцы на море. Это называется «Блэк Север». Если русские могут блокить американцы на море, то что они могут блокить американцы в Бржуевской гулке, для чего они должны блокить американцы на море. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Якие смагаются собрать русского империализма Мы вас поддерживаем и будем заусёды поддерживать У нас, соперика, один лес Ваша перемога – это наша перемога У нас в Беларуси сейчас анти-беларусский режим И он сопротивляется с Москвой Но недавно проводили испытания всех беларусов Когда будет война, вы будете воевать и оборонять Беларусь? И что вы думаете? 86% сказали – так, мы будем воевать Так вот, они занимаются пропагандой Они говорят по Талибану, что не всякую русскую ахинею А народ думает своё И хай не думают, что Путины и вся эта команда Что Беларусь им удастся проглынуть и накеровать сопротив Украины Гэтого не будет И теперь о провокации, деля какой мы тут собралися Соправды, гэта провокация И они спровоцировали конфликт Али давайте глянем глубей Як мы гэта оцениваем Гэта есть этап аннексии Азовского моря Это вельми важно нам это разуметь Перший этап они будавали мост Дедаючи, что мост некогда развалится Но пока не развалится, они его выкаристывают для аннексии Вот они его выкаристали Они его понизили Они его зараз заблокировали И никого не пускают И они порушили грубо Международное право Нам усим и вам, украинцам Треба домогаться, как Путин понес покарание Покарание повинно быть Потому что международное право в проливах Это вельми важное право Коли закрыли этот пролив То им могут закрыть и Ла-Манш и Босфор Коли только международная супольна Струйозно до этого поставится А треба струйозно, которые не поставилися Треба нам сиснуть до сих боков Повинно быть покарание Москва, Россия разумеет только сил Будь ж ничего она не разумеет Никакой морали там нема Только сила, коли стукнуть кулаком И коли им уведут санкции Коли уведут корабли НАТО у Черное море Тады они спынятся А так они не будут И они все равно будут продолжать свое И вось вельми небеспечно Что всю светлую супольность Некая зараз аморфная Это вы чувствуете Треба штурхать Треба штурхать Потому что это вельми важно Тут припынить Путина Тут и они, что называлися Залезли взрывом Тут они сделали грубое порушение И треба на этом стоять Копьяны понесли покарание И другое Обовязково Копьяны вызволили людей И они специально забрали Гэтых мораков Каб потягнуть увагу Каб еще говорили про мораков Про саму судность Это было другим планом Повинно быть Это первым планом А мораки повинны быть вызваны И в заключение скажу Что мы, белорусы Соусиоды вас подтримливали И будем подтримливать И наша перемога будет Огульная перемога И наше будущее будет светлой Слава Украине! Живе Беларусь! Украина, Беларусь, брати! Беларуси наши сябри! Беларуси ваши сябри! Беларуси наши сябри! Беларуси наши сябрики И я также хочу Прозвать немного Открыть Что наш последний Сябрика Уплакова Потому что Очень важно Реализовать Что exactly Путин Стоит Каптуры Украинские корабли И Что он делает Он Сверху 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 Белару 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 Снош pomp Вот Один Эвус share Белару Белару Продолжение следует... 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 Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! 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 изменил встречу с Путином, что означает, что то, что мы сейчас делаем и то, что мы сейчас отстаем, это работает, потому что нас много туда не собралось, это работает и нас кто-то почует. Дякую вам. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Живи, Беларусь! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! За вашу и нашу свободу! За вашу и нашу свободу! За вашу и нашу свободу! Разум мы сильны! Разум мы сильны! Разум мы сила! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Агресія Агресія Субтитры создавал DimaTorzok Агресія 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 Когда начали подниматься украинские сповеки, украинская эстрада, что они сделали, через свою агентуру по тихо конкурсу задушили и десятками, сотнями артистами московского разлива в Украину. Российские песни, Российская культура, Российские театры. Когда в Совете, как мы учились, я помню, выход из Советов, артисти, высокие народные артисти, они были моральными авторитетами, понимаете, через этих моральных авторитетов мы их слушали. Те моральные авторитеты заходят в наше сердце, украинцы. Понимаете? Теперь слушают эти свои моральные авторитеты. Когда идет, он моральный авторитет московский. Он правильно думает, когда начинается Украина, они все забывают. Попросите любого, либералы, демократа, самое непрогрессивное, что в России, или Крым, что нужно с Крымом делать? Они все будут иметь про-путинскую, про-московскую позицию. Поэтому первое, что мы должны делать, это защищать свое сердце, душу, мозг от этого московского. Все только украинское должно быть. Понимаете? Другое. Как сказала Ирина Фарион, когда 37 депутатов в Верховной Раде, украинец, бандеревец, мает половину часа проводить в библиотеке, учиться, половину часа мает проводить в спортивном зале, быть физически сильным, загортованным и уменим в военно-вской справе. Я с 80-го года работал в Казахстане, в Новом Ренгое, в Португалее, в Америце. Я работал, может, сотни наций. Я вам скажу щиро, украинец завжди был за требований, как рабочий, как инженер, как лидер. Даже москалька хотела в Сибирак вийти за хахла, потому что хозяин. Понимаете? Мы сильные, и мы просим вас не пожалеть. Вы думаете, Трампа ледве заставили, заставили, вы не жусти с Путином. Мы не должны иметь иллюзий. Трампу в Афине, они эти санкции уже 5 лет гладят, не знают, как везти. Одною рукою гладят, а другую торгуют. Потому что Путин что сделал? В колишнего канцлера Шрёдера поклав на зарплату 2 миллиона долларов в Газпроме. И Шрёдер, и министр закордонных справ в Німечине не проводят про путинскую политику. Понимаете? Поэтому мы должны быть сильными самыми и дбать за себя. И думать, как мы выбираем наш парламент, как мы выбираем нашим президентом. Потому что, понимаете, даже такой Порошенко, мы не можем критиковать украинскую владу, мы же украинцы, а так мы можем хвалить. Но даже такой президент Порошенко, он как кистка в горле Московии. Вы представляете, что если бы был действенный украинский президент, добровольцы бы не следили по тюрьмам. Тих, кто на Байдане не следили по тюрьмам. Тих, кто убивал с Беркута, убивал украинцев, они были бы посадлены. Понимаете? Яка бы это была сила. Мы не можем ввести украинскую мову. Вы это понимаете? Свобода запропонировала закон про украинскую мову, который полностью нивелует закон Кивалова-Колесниченко. Что делает так называемая, как украинская влада, в закон свободы вводит миллион пунктов поправок и даёт закон 5670, где, как это уже новый, понимаете? Но вы сами понимаете, в любом инструкции, в любом вземном, самое главное украинское то, что пишется маленькими буквами. И что я вижу, КУН, Конгресс украинских националистов, поддерживает этот закон. Если вы спросите одного-другого, тех, даже украинцев, которые будут тут у нас, Медониця, еще и другие, мы не читали этот закон, понимаете? И Конгресс украинских националистов поддерживает этот закон 5670, где, который, фактически, нивелует проведение на государственном уровне украинской мовы в парламент. Мы должны думать, кого мы выбираем, должны себя перевиховывать, должны убивать, вытаскивать, чтобы раб, совкового раба. Так что две вещи я хотел сказать, что эта, что была агрессия, это лишь момент, она уже тривая, уже поверх 300 лет. И, другая, вернулись мы сами, мы должны быть сильными, ментально, физически, иначе нам никто не поможет. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Украина Марши рулить наші добровольці у кривавий тан Визволяти, братів-українців, зборожив кайдан А ми, дочі, братів-українців, визволємо А ми нашу славну Україну розвеселимо А ми, дочі, братів-українців, визволємо А ми нашу славну Україну розвеселимо А ми, дочі, братів-українців, визволємо А ми, дочі, братів-українців, визволємо А ми, дочі, боч Tur�ську, і славу збережемо А ми нашу славну Україну розвеселимо Слава Украине! Слава Украине! Смерть ворогам! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Дорогі українці, так як ми починали наш мітинг молитвою, треба його закінчити, щоб Господь Бог послухав всі наші просьби, щоб ті наші моряки вийшли із полону, щоб над ними не знущалися, а саме основне, щоб їхні рідні не переживали, тому що пережиття є дуже велике і ми розділяємо ту скорботу з ними, що вони є далеко від своїх дітей, від чоловіків, від батьків. Так що помолимося, Отче наш і Богородице, в імі Отця і Сину Святого, в імі Отця і Сину Святого, в імі Отця і Сину. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твіє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Глібнеш на суслідай нам сьогодні, і проси нам, кровини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не биди нас виспродуси, але виспроду нас. О, Родице, Діво, Радуйся, Благодарна Марія, Господь з Тобою, благословенна Тимі Пісами, і благословенна Плитона Твого, О, Ти породила, Христа і Спасла відбавителя душ нашої. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсехчас, і навіки річніємо. Ви ім'я Ви, і Суна і Святому Духові, і би мовити. Ми хотіли би всім подякувати ще раз за те, що ви прийшли, що ви знайшли час. Ми розуміємо, що це Америка. У всіх є роботи, деколи не одна, а дві, і це робочий день, субота. Но некоторые люди тут приехали даже из других штатов. Я тут вижу друга белоруса, аж из Пенсильвании приехал. Я вижу человека, которая из Вашингтона. А пан Заринский аж из Киева прилетел. Спасибо всем, что вы тут с нами. Это только один из многих этапов. И мы не остановимся, пока не будем стоять на руинах Кремля. Спасибо. Слава Украине! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Свобода в Украине! а и и и и и Вы хотите получить эту интервью? Конечно. Как вы здесь чувствуете? Я здесь, потому что Россия должна выйти из Украины. Рекоментировать украинские бои, это абсолютно нецепенно. И за четыре года эта война была проходить с 2014. И многие украинские бои, многие бои были потерпены. И они должны остановить их. И Россия не может идти к другим странам, к Англии. Которые украинские бои. Россия должна выйти из Украины. Вы хотите сказать что-то? Я здесь, чтобы поддержать Украину. Я не знаю почему... Я знаю, что Россия хочет украинский. Они начали в Украине. Они начали в первую революцию. Потом они украинские бои. Они украинские бои. Они украинские бои. И теперь украинские бои. Они просто продолжают идти до того, чтобы мы остановим. Спасибо. Автомат safeguard. Она из Украины؟ Бойív saber. Я ее на мой на нулапе подожил. Например. Сказал. Чи хочешь дать коротенький интервью? Яки почуття тебе сюда приводят? Что привело тебе сюда? Крестница. Мы не живы. Яки почуття мне привело сюда? Напевно, почуття такого трошки расчарования. Але взагалом є віра, що світ почує нас. Чим більше людей почує нас, більше людей будет знать о цей конфлікт, тим, я надеюсь, что у людей, как стран, будут больше активными щодо проведения санкций, щодо большого санкционирования Росії. Чи ты считаешь, что мы победим? Я думаю, что это очень взагальное понятие. В какой-то части мы, конечно, победим, я в это верю. Чтобы полностью все поменялось, потребуется много. Чи ты хочешь что-то передать морякам, которые сейчас есть в полонии? Я уверена, это очень важное вопрос. Просто хочу сказать, что вера – это самое главное. И я, насколько я, религийная людина. Я вважаю просто, что птика вера им не поможет зараз. И надейтесь на Бога. Все, ничего, это вам даст. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Соб Eat que Но как раз в какой-то мере нам свидетельствовали тот момент, что мы все там были вместе, и что украинский народ был репрезентован в полной на этой салоне, и что они репрезентуют не только те 45, которые остались в Украине, но и 70 миллионов украинцев в целом стране. И то, как раз в той минуте, что мы слышали свою могутность, и как раз наш президент, если вы хотите погодить себя с ним политически или нет, он сказал слова славного хвилевого «Геть витрускве», и что то мы как раз добиваемся до того, что в той минуте вы чувствовали, что что-то действие, потому что наш внешний министр Климкен, Я взял и увидел, что я так сбоку разговариваю с американским русским послом до Украины Гербстом. За полчаса Климкен встает перед нами и увидел, что гумор в нём изменил чечевку. Он был частью того, что произошло, и могутность, и объединение этого челного народа. Мы чувствовали свою силу, а тут Климкен нагло начинает такими острыми словами. И видно и по Москве, и даже по Европейде, видно, что ему в сердце сидит. И за годину, от того, что мы пришли из той салки, мы все были еще сбудованы. Мы слышим, что ударили нам по наших хлопцях первым. И то не только ударили, значит, с боку моря, но и использовали и свои летунства, и своих вертольотов. То, значит, как мы, и мы появились, как правило бы сказать, то и вперше. Люди смотрели через свои векна. Потому что если они готовы уже теперь использовать и даже свои ветерянные силы, то туди Украина может быть очень успешной для Украины. И до какой-то мере это пережитие, это неделю, я хотел бы сказать, она была сначала сбудована, а потом снова, вы слышите то, что он снова пытается это делать. И то, как раз мне ударило ныне на сердце, что тут я на этом протесте и есть. И кто-то мне задал, что мы тут 50 лет назад эти протесты делали. Я бы думал уже теперь в нормальном уровне, как тот Советский Союз был разваливший. Достали мы эту суверенную и даже суборную Украину. Что теперь, чекаво, что мы теперь закупнили, что мы мусим вот эти самые протесты, что 50 лет назад, как тут гнали, тими членами конями гнали и нас били тими палками, что ныне снова мы можем протестовать перед тем самым посольством. Мусим мовжать и снова кричать «Геть, Россия с Украины!». Это мне, знаете, это как злый сон. Вы думаете, что вы берете, что, принаймні, уже взбудилище из того злого сону, что уже лучше будет жизнь, выглядит лучше, а тут снова Москва, это нам злый сон. И правило сказать, я даже не могу сказать, как я чувствую, это почувствие, это, знаете, это оберденность наших врагов. Это вековечный враг, я не верю, что это может быть, но это и есть вековечный враг. Я не хочу это доказать, я все думаю, народивши в тей великой ліберальной демократии Америки, то есть вековечный враг, который есть в Украине, нужно их взять под лад. И то так до конца, чтобы они взяли и уже не могли никогда снова на ноги ставить. Я обречаю, что я так эмоционально, но я не маю иначе слив. Дуже дякую. На этом будем закінчивать нашу трансляцию. Дякую всім, что смотрели. Слава Украине!